Я до последнего была не уверена, буду я снимать или нет. Русские девушки самые красивые, мне кажется, самые улыбчивые. И на показ я пойду вот в этом костюме. Это все к тому, что влоги я снимаю очень давно, и я очень сильно это люблю. Пока я сижу на четвертом ряду, но, ребятки, совместными усилиями. Показ начинается. Друзья, всем привет! Начинается мой новый влог из Парижа. В Париже будет всего два дня на двух показах, на важном для меня Диор. И сегодня этот влог будет посвящен именно ему. Влоги я стала снимать лет 15 назад, еще на большую камеру. Влоги мои называли Ситак ТВ. Почему-то я не додумалась выкладывать влоги на YouTube, и я убеждена, я бы была одним из первых блогеров в России, кто стал выкладывать влоги на YouTube. Но я делала это для себя, потому что я работала в журналистике, и мне казалось, что это такой шаг к телевидению. Не догадываясь, что телевидение может быть на YouTube. Но все к лучшему. Это все к тому, что влоги я снимаю очень давно, и я очень сильно это люблю. Но сегодня я невероятно устала. из-за всех съемок, напряжения, нервов, встреч на неделе моды. Это правда очень сложно. И те ребята, за которыми вы следите в интернете, мировые блогеры, сейчас я вам покажу 10 топовых. Девчонки на самом деле делают невероятную работу. Это правда очень сложно, помимо контрактов и каких-то важных показов. Это очень сложная работа, потому что ты постоянно встречаешься с кем-то, ты снимаешься, ты разговариваешь, ты делаешь стрит-стайл, ты сидишь на самих показах и делаешь обзоры, параллельно делая контент. Это правда очень сложно. И девчонки делают Нью-Йорк, Лондон, Милан, Париж. И я честно вам скажу, учитывая, что у меня очень много энергии, мы путешествуем, мы постоянно в нон-стопе, это правда очень сложно. Я до последнего была не уверена, буду я снимать или нет, но минут назад я решила, что если я сейчас не возьму камеру, то я ее вообще просто не возьму, и мы упустим этот момент. Сейчас я жду Настю, мейкапера, она едет прямо с аэропорта ко мне собрать, потом будет Никита, мой оператор на сегодня, очень талантливый тоже мальчик. Будем снимать контент и несколько видео для Диора, потом я вам покажу обязательно показ, где я буду как и с кем сидеть. Вообще много всего очень классного. Итак, пока немного расскажу, что у меня есть из нарядов. Это классический костюм Кристиан Диор, очень красивый, видите, тут вот такой необычный крой с черной водолазкой, классика, очень легендная и красивая. И на показ я пойду вот в этом костюме, вот такой юбки невероятно красивой, плотной, видите, какой в ней крой. И тоже пиджак, я полностью его застегну. Варианты две сумки. Так, голосуйте сейчас, с какой сумкой я пойду, с этой или с этой. Я уже решила, но вам не скажу, вы видите, только на луке. Вот, здесь есть такой съемный ремень, очень красивый. Это целая фишка, тренд уже. Несколько лет у разных фирм делать вот такие вот ремни, разноцветные, разные, которые можно пристегнуть к любой сумке. А вот этот цвет просто космос вообще, девочки. Такие обувь. У меня вот есть такие сандалики, но это будут не сандалики, а это будут вот такие вот красивые лодочки. Мяу-мяу-мяу. Друзья, вот мы находимся перед Диором. Будет показан Диор. Простите, раньше не могла взять камеру, было абсолютно не до этого. Гигантское пространство, в которое мы сейчас пора идем. Вот наши девочки прекрасные, Ясмина и Анжелика. Русские девушки самые красивые, мне кажется, самые улыбчивые. Ой, как красиво! Очень красиво. Скоро будет показ, он уже задерживается на 40 минут, и это абсолютно нормальная практика. На первых рядах сидят главные редактора и знаменитости. И вот так вот все красиво, очень много суеты. Очень важно подбирать правильное время для показа. Не приходить рано, потому что это плохой тон. И не приходить суперпостно, потому что чаще всего места будут ваши заняты. И даже в моем случае, на моем месте сидели люди. Я сижу, мне кажется, в каком-то китайском секторе, и они очень громко все говорят. Это нормально. Очень часто блогеры немного хитрят, и они поздно приходят, они не успевают сесть на свои дальние места и садятся где-нибудь быстренько в первых рядах. Мне это очень не нравится. Я миллион раз могла бы сидеть где-то прям в центре, со всеми вместе, но мне как-то некомфортно садиться не на свое место и выдавать желаемое за действительное. Пока я сижу на четвертом ряду, но, ребятки, совместными усилиями... Сделаем этот мир лучше, чтобы о русских все знали. Показ начинайте. Ребят, посмотрите, как красиво это показ за какой-то магический лес. Очень красиво. Очень красивая коллекция. Музыка очень красивая. Очень много синего, бежевого в моей клетке. Покажем. Музыка. Музыка.